о это та труба из которой вылазил барионикс в ролике то есть я должен выбирать да итак ребяточки всем привет с вами александр джурасик world alive то есть к жизни это наша вторая серия по этой игрульки и я тоже чего-то там насобирал как видите стрелочки у нас зеленые много чего мы можем уже прокачать но для начала мы создадим создадим новые существа и первое новое существо ребятки это у нас apatosaurus он же он же апатозавр он же брантозавр ребят нажимаем кнопочку create то бишь создать и любуемся на моего первого длинношеевого зооробода углу так я вижу у него показатель уже health надо записать 1800 я табличку тут составляю себе 1861 на 266 сила удара то есть он как в принципе и и в игре jurassic world the game то есть много жизни слабый удар то есть на первом уровне нормальная жизнь это 1300 примерно плюс минус а нормальный удар это в район 400 350 400 выше 400 это сильный удар выше 1400 жизни это много жизни вот я так для себя прикинул для начала и у есть разные суперки кстати мы сразу можем и качнуть и качать мы его будем потому что кстати возможный гибрид это так но да патозавр но да это родственник анкилозавра надо завр скидывал есть он у нас но до завр и но надо завр плюс апатозавр получится наш новый гибрид но но как я узнал вначале думал что можно взять то есть первым любых динозавров и сделать из них гибридов но оказалось это увы не так нужно иметь гибридов минимум десятого уровня но сейчас нам это должны показать то есть до 10 левер апатозавр плюс 10 левел надо завр не получится что похоже на анкела дока но 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 прокачать какого-либо динозавра на 10 уровень тоже сущий ад ребята это просто пипец просто пипец вот открылся нам еще так это был это вот этого точно не было вот это на ты кто надо завра надо завр черты я думал что я его поймал а может он просто был рядом на так что у нас еще тут гибрид зуха татар а ну это им это мы знаем зуха татара ты у нас кто стега deus чего для стега deus и нужен гибрид не не 15 уровень это надо патозавр есть гибриды которые делаются с гибридов ребята это просто ахтунг я вообще просто в шоке вот гибриды и тут гибрид капец какой-то да так ладно давайте вам создавать нашего кстати чет я нет нет платите не туда не туда назад ребятки назад вот наша патозаврик давайте лишь вспоминаем у нас же не просто так играем мы еще и вспоминаем дам нашу поле историю так сказать кто у нас был такой апатозавр но это его синоним бронтозавр долгое время думали что это разные животные но потом пришли к выводу что это все-таки одно и то же животное жила но довольно давно 157 146 лямчиков лет назад до в длину 20-23 метра один из крупнейших зауроподов и весил 24-32 тонны но по некоторым мнениям что где-то ближе к 18 то есть как вы думаете сами решайте сами вот так вот ребятки следующий наш новенький жилец это моно лафазаврик давайте мы его создадим с ним вообще тоже история то есть и лафазавры монолафазавры это древние существа это еще до аллазавроидов так одни из первых очень хищных динозавров скажем так жил он 163 166 лямчиков лет назад из скажем так из крупных хищных динозавров долгое время его относили колозавроидом потом убирали к тттт ттт заваром да ты или ттт как то там в общем то выделяли в отдельную группу потом в 2013 году опять вернули обратно колозавроидом но это же существует древнее чем сам аллазавр был 5,5 метров в длину то есть этого мне хиханьки хаханьки но вес был довольно небольшой 480 килограмм как бычок как полбычка бычки бывают и до тонны ну такой себе миш медведь медведь на двух быстрых лапах так это мы создали и я могу создать прурозавра про которую я уже рассказывал это у нас один из крупнейших крокодилов но ближе он кайманам относится но суть тоже да это не крокодила морфа это уже ближайший родственник крокодилов давайте создадим его показателям красивый у нас крокодил так ну первое поколение он слабый он слабый и удары и все у нас на мы сейчас будем формировать нашу команду ребятки будем формировать команду так литрон окс дела фаза вру обычный да тут еще как горгозаврика тоже сегодня встречал капразуха ребята я сегодня встречал капразуха может даже раза два то есть но еще полностью его не собрал но хочу на него посмотреть у него должно быть наверно много жизни а это у нас амаргозавр даже амаргозавра еще не собрал ешкин кот он редки до мало клеточек за один выстрел дают нам так моя коллекция давайте сейчас будем еще их по прокачиваем да поскольку я думал что не стоит короче создавать но тратить эти гены да думал они пойдут на гибрид а тут как прочитал что их надо 10 уровень так аж не хорошо стало так что будем сейчас всех по прокачиваем не хватило буквально чуть-чуть еще давайте качнем 345 но афиакадон чуть мне вообще не впечатляет своими показателями кстати разница здесь между динозаврами то есть эпические обычные редкий особой ну нет они отличаются в основном вот эти вот супер ударами то есть чем более редкий динозавр тем круче у него супер удары но показатели жизни и здоровья отличаются не очень сильно тут шанс критика еще большой 40 так давайте качнем панцирного ангелозавра нашего так но вот это вот средние такие показатели для динозавров 2 уровня критикал шанс блин интересно у нас у афиакадона большой критический шанс я еще не полностью разобрался конечно характеристика сейчас будем вместе с вами так запомню что у него критикал 40 это много так раптора отловил я раптора таки наконец-то сможем его качнуть показатели у него удар очень хорош это один из самых сильных что мне сейчас есть у тани коллагреуса 466 у меня и у нунда газа вра 447 но жизни у него очень мало и шанс критики мало то есть как бы пока что в команду не попадает как по мне так сарка зуха давайте поправим в жизни 1300 я тут записываю себе блокнотик так давайте качнем давайте качнем может даже на третий уровень так жизни хорошо удар ну такой средничок критика кстати у него 20 и давайте еще раз качнем так нет там маячки не заканчивается это у нас уже крокодила морф классический так критик критикал 20 так сарка зух давайте поправим в жизни 1300 я тут записываю себе блокнотик и 355 и было 322 ну так по чуть-чуть по чуть-чуть растет у него уровень но критикал здесь 20 процента 20 процентов крита стоит взять в команду точнее стоит оставить его здесь так ну вот этого он явно моюнгазавр такая доходяга жизни мало удар мало критики мало то есть его нужно изгнать из команды пока не дорастет так да и на хейер тоже изгнать удар не особо жизни мало супер к но критик а я еще могу его кочнуть так теперь можно останется да и на хейер давайте сейчас запишем новые показатели 909 977 на 424 5 процентов критика так что него там по ударам так обычный удар и яростный удар двойной дэмидж есть у него двойной дэмидж неплохо блин ну как это надо придет пройдет немало времени пока ты во всем здесь разберешься ладно качаем дальше и у плод цифров полторушечка на жизни неплохо удар слабоват критики нет полтора есть удар есть еще такие удар какой-то типа сломанная кость волны волныр был чтобы это значило на один ход как-то то есть кровотечение может какое-то что-то подобное давай теперь нундагазавр а нундазуб точнее у него д д д д д маг нехороший очень даже такой неплохой 977 получилось ух ты еще раз могу починить 1026 даже 1026 на 493 это неплохо четвертый уровень надо сосредоточиться отлавливать не пропускать никаких нундагазавров нундазуб точнее у меня 4 уровня может стоит его так суперка у него увеличение урона на 50 процентов на 3 хода это неплохо и стоит его взять в команду так и стега заврика еще могу качнуть но неплохие показатели да но на третьем уровне это не особо много так вот он участвует в двух гибридах то хорошо что так у нас все хорошо показывается и видно на еще процент армора были но тут столько показателей пока не поймешь реально какой из динозавров на что похож ну так полтора коэффициент урона замедляет цель на 50 процентов на 3 хода но тоже интересный динозавр интересный так давать модифай а ты вот так вот так что у нас тут давайте будем выбирать раптора заменить дан раптора ну и неплохой удар двойной урон него есть и неозавр и неозавр но у него такие средние показатели 30 процента шанс парализовать цель афио к дона мы проверим какой у нас там что почем так что у нас узуха мимо такой такой себе есть так 5x дэмэдж за вот так и на инфликт 0 инфликт 05 xd мишну то есть короче что-то непонятно непонятно что он из себя представляет но стегич у нас 3 уровня стегич у нас 3 левела можете взять все таки ладно давайте будем в общем то вы мне в комментариях думаю подскажите какие динозавры покруче будут мы сейчас пойдем по сражаемся попытаемся посажаться как это все дело вообще выглядит здесь так до тренинг граунс победить три цели добро пожаловать на тренировочную площадку оуэн грэди так добро пожаловать давайте попрактикуемся получим как драться сначала выбери динозавра и года дона пятого уровня блин предлагает нам взять вот наши гуанодон и против нас и у плацефал так индикатор скорости на нашей стороне наш динозавр будет атаковать первый вот это у нас индикатор скорости то есть укажи и гуанодоны атаковать 254 и у него есть защита вот он нас нам сломал чего-то там так я и мой оппонент выбирает одновременно удары я такую и он не атакует так нажми и подержи на кнопку удара чтобы почитать вот то есть обычный урон и ты можешь увидеть короче сколько жизни это заберет у нашего противника используя свой удар у него защита то есть проходит меньше защита до сколько-то процентов снимает силу удара так попробуй и супер удар короче он его должен парализовать есть есть паралич да ну и добиваем финишки так теперь противник выбирает нового оппонента вышел алазавр ухты я лазавр еще не видел то типа мы идем шикарно ударили по полной то есть у него нет бар не видите полностью прошел удар но но у него он нас завалит за следующий ход сейчас у нас пробьет и выбирать теперь нужно нам да 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 ну 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 нужно отдохнуть а мы возьмем нам предлагают взять энязавра у него есть стан это я знаю так энязавр много жизни и у него есть удар 2 2 рысочки 467 там было что-то на броне у нашего партийника написано так появился велосераптор 10 процентов шанс парализовать цель вот такая штука есть так но я его добью раньше чем он меня ну тут переносить баллы никуда нельзя хорошая работа малыш так я буду короче крутым тренером динозавров мы потеряли всего лишь одного динаса так но теперь нужно что вот это за слоты так давайте пойдем уже в настоящий бой тренинга он так все то же самое так и нам попадается ух ты так подожди мы сейчас сражаемся и тоже не мои динозавры давайте возьмем бронированного давайте посмотрим как ты справишься с более сильные противника начнем с кентрозавра так что может кентрозавра так пиро раптор пусть у нас пиро раптор у нас здесь и редкий пиро раптор быстрее чем кентрозавр но это видно по индикатору скорости так счетчик счетчик преимущества влияет на вот эту короче обилку так ну да то есть эта обилка зависит от скорости так нам ее нужно брать первой то есть это какой-то быстрый удар не успел прочитать что мы там сделали так так амайзер это наш хвост хорош для защиты он замедлит нашего врага то есть тут и в общем то все удары у нас имеет обозначение и такие две стрелочки в ту сторону это говорит что это удар замедляющий декрис спит уменьшили скорость нашему противнику и теперь мы стали более быстрыми блин еще такие стратегии надо будет строить это будет вам не просто так так нам предлагают убрать нашего кентрозавра поменять динозавра нам нужно и нам предлагает взять на динозавра бронь броню нашу это мы потратили ход и сейчас нас первым атакует так давайте попробуем короткую защиту это прекрасный удар против раптора только тут еще разобраться да какой дальше то значит он просто на него крикнул и выставил себе какой-то щит я так понял тадзиангазавр вышел так у нас тем временем стоит какой-то щит но я аж не вижу тугу силу этого щита так теперь я сам по себе победе в этой битве и наша тренировка будет закончена так давайте посмотрим что это за удар так вот столько мы снимем 1 нарный удар и чё-то там и контузий нашу цель как-то давайте проверим есть он покраснел так щит плюс наша броня и он нас вообще ни о чем не ударил это проникающий удар сквозь броню был что-то вроде того ну время но 290 2 секунды так 50 процентов щит на 2 хода давайте это я люблю так щит работает ребятки так давайте сейчас вот сделаем так ему больно сделаем да ему поплохело у нас снова щит пробиваем вот так ха завалил его ребята не кисло супер удар у нас получился у нас новый участник dpg defense лига good work defense лига dpg что такое dpg но это как-то эти удары расшифровываются точнее это арена я так понимаю так оу арена пальшее царство разблокировано так у нас тут еще разные арены ездят так протоцерратозавр процератозавр процер это за редкий что нам его дали так это эксклюзивный динозавр на этой арене что ли то инкубатор динозавров что это такое какие-то крутые динозавры литя на этой или это типа боссы боссы местные так это а это на эти наши типа сорна мэшерс это когда команда что ли у нас командные бои здесь завоевывает трофеи так и чтобы получать ранг среди 500 игроков то есть вот так вот как ух давайте сейчас мы немножко отвлечемся от наших боев появимся очки так это ребятки я на эмуляторе кстати давайте сейчас еще апатозавра от стреляем то есть я играю сейчас мышкой мышкой тут управление намного резче надо привыкать яблочко еще раз яблочко ха 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 вот так нормалек в принципе если кому интересно как играть на ног все здесь есть свои преимущества можно перемещаться в любую страну я принципе сниму думаю отдельно видео про это дело так это слишком далеко кстати я тоже не так давно узнал я думал что вот этот радиус в котором мы можем атаковать динозавров но нет это радиус который относится только к supply докам а динозавра мы можем за пределами этого круга ловить лишь бы хватало дальность там больше ста метров мы можем ловить так ну ладно давайте вернемся к нашим динозам так и что у нас с битвой так ищется противник у нас будет реальный противник да честно нам наваляет поскольку я вообще дупля не отстреливаю какие у нас удары как она все правильно у кого работает так арена 1 о это та труба из которой вылазил барионикс в ролике то есть я должен выбирать да ну давай вот так сарказуха возьмем надо еще удары по выписывать так что это такое противник не сможет подмениться давайте сначала так у нас сняли позитивный эффект вот так на тебе еще раз я выжил он проиграл но но на тоненького пока что ничего не ясно он не думает на кого подмениться вышел апатозавр но он нас не не впечатлил давай сделаем вот так афиакадон у него чертовски сильный удар должен быть больно бьет больно бьет о это будет больно ему косарик критика критикал удар вот черт тебе подери давай сменимся на и неозавра так я смогу его как-то добить блин не смогу стараюсь не терять динозавра не знаю насколько это актуально сейчас нет этого добивая не буду использовать паралич он пригодится нам на следующий вопрос критический удар был но прикольная арена стегозавр парализовать нас затокомазили это был сильный его удар уменьшили нашу скорость я ему нанес крит то есть а если бы он меня убил то я получается не нанес свой удар ну все походу мы тут победили он подменился а блин а подождите то есть я наношу удар еще не зная по кому получается ну вот он меня убил то есть я не успел нанести свой удар парализующий получается так не знаю что это за удар но он явно круче это был какой-то супер удар явно ошарашивающий удар по нам прошел до свидания до атаку долго запрягает мундазух но мы победили ахаха а ес ребята наш первый бой закончился нашей победой и нам немножко там насыпали монеток так то есть и получается я еще могу один бой провести и потом нужно ждать тайм аута ну подождите опять секунд это а это как тренинг арена то есть я чуть не совсем понимаю как это что работает это инкубаторы какие то что значит активе это я могу выбирать а есть что-то я нажал то есть это наши типа призы за за битву получается ну доллары мне кажется тратить это не не лучший вариант что здесь это лидерборд ухты ну тут ребята нас сражались уже зарубежная в общем пишите ребятки кстати будет буду очень благодарен если вы мне напишите какая будет какие динозавры из тех что у меня есть с учетом уровня то есть учитывайте что допустим один есть третьего уровня кто то есть второго то есть какие какую какую мне собрать команду то есть какую шестерку динозавров выбрать вот так вот буду вам благодарен ну а на этом все всем спасибо за просмотр до скорых встреч